Ростсельхозбанк 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 находятся в Облучинском районе, в Смедовическом районе, в Биробиджанском районе, в Ленинском районе, в Октябрьском районе. В Октябрьском, как я уже сказал, даже находится наш офис. Поэтому широкие довольно-таки территории, ну, сельские. Сейчас намечается такой тренд тоже. Кто-то в качестве такого модного термина «дауншифтинга» переезжает в сельскую местность жить, кто-то, наоборот, уровень жизни поднимает, живет за городом и работает в городе, приезжает сюда. А сельская местность у нас в окрестностях Биробиджана прямо начинается, во многие места даже рейсовые автобусы городские ходят. Совершенно верно. Мы же все стараемся даже на выходные выбраться куда-то на свежий воздух, к речке, к лесу, там, где можно отдохнуть от повседневной суеты. Ну, конечно, это как бы тоже один из вариантов отдыха. Но вообще вот так вот сельская местность или не сельская, каким образом определяется, где вступают в правила, в права вот эти условия? На самом деле эти все территории, они определены правительством Еврейской автономной области. Данные по этим территориям имеются на сайте Россельхозбанка. Это территории не только Еврейской автономной области, соответственно, можно найти территории сельские во всей Российской Федерации, где можно также приобретать жилье по сельской ипотеке. Действительно, банк же представлен по всей России, можно не ограничиваться родным регионом. Да, банк представлен во всех субъектах Российской Федерации, мы, более того, мы проводили и проводим межрегиональные сделки, мы всегда можем найти компромиссы, скажем, мы совместно работаем с коллегами из других офисов во всех субъектах. Проблематики как бы в этом нет, то есть были такие сделки и практика по этим сделкам есть. Пожалуй, еще об этом чуть подробнее расспрошу, но сейчас животрепещущий, главный вопрос, который возникает, когда говорят об ипотеке, ставка какая? Ставка очень вкусная, ставка хорошая, ставка 3%, она фиксированная. Первоначальный износ от 10%, максимальная сумма до 5 миллионов, но и срок кредитования до 25 лет. Но так как подать заявку на сельскую ипотеку могут супруги, то, соответственно, каждый супруг может подать сумму 5 миллионов заявку. То есть, соответственно, сумма по заявке для семьи может увеличиваться до 10 миллионов. Это очень хорошая сумма, это именно для еврейской автономной области. Только для других регионов суммы немножко другие. 3%, но это действительно, вы очень так метко характеризовали, вкусная соблазнительная ставка. На рынке так-то, я вспоминаю рекламы бытует 10, 12, 15. Да, рыночные ставки коммерческие, они на сегодняшний день немножко выше, хотя они сейчас снижаются, имеют трендное снижение, но, опять же скажу, мы повторюсь, банк у нас федеральный, банк у нас представлен на всех субъектах и, соответственно, мы работаем со всеми федеральными программами. Один из немногих банков, кто работает со всеми федеральными программами в числе с программами с государственной поддержкой. Уверен, что у многих людей есть такое желание приобрести недвижимость, собственность в сельской местности, и вот у вас и деньги на это есть. А есть ли на этом рынке предложения, есть ли объекты недвижимости, которые можно покупать, есть ли компании, которые строят? Предложения есть, мы стараемся выявлять эти предложения, для этого проводится определенная работа. Предложения есть, предложения в принципе растут. Хотелось бы, конечно, наверное, чтобы предложений было больше. Для этого мы взаимодействуем как с правительством Еврейской автономной области, в частности, с департаментом строительства, с департаментом сельского хозяйства. Информацию мы размещаем на портале правительства, также информация у нас размещена на сайте Россельхозбанка про данный продукт. Эта информация, в принципе, всегда транслируется Министерством сельского хозяйства об этом продукте. Поэтому стараемся все это продвигать и находить, изыскивать возможности, находить новые подрядные организации. Еще хотелось бы, наверное, выразить свое пожелание о привлечении новых подрядчиков к нам, то есть просим подрядчиков к нам обращаться. Мы готовы рассматривать любого подрядчика для аккредитации с целью в том числе участия в сельскохозяйственной ипотеке и в том числе участия в программах с господдержкой, в ипотечных программах с господдержкой. Я думаю, что для подрядчиков имеет определенное преимущество работать, во-первых, с крупным федеральным банком, во-вторых, возможность заработать дополнительные деньги. В принципе, вы им клиентов будете позволить. Конечно, совершенно верно. А они нам будут помогать. Чтобы получить такую банковскую аккредитацию, какие есть требования, критерии к строительным организациям? Есть несколько условий, которые, опять же, на сегодняшний день я сказал, так как сельхоз ипотека у нас под гидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Соответственно, данные условия, они предлагаются министерством. Это мы рассматриваем платежеспособность, опыт строительства и ходатайство от муниципалитетов. В принципе, ходатайство не так сложно получить. Уже был опыт, и в принципе, все это оговаривается. Мы помогаем в том числе, ведем работу также с правительством совместно. Тем более, что у банка на сегодняшний день, в том числе в Еврейской автономной области, заключено соглашение с правительством Еврейской автономной области о комплексном развитии сельских территорий. Это в том числе как раз сельская ипотека относится к данной программе. Мне кажется, наверняка у кого-то из наших слушателей, может зрителя, родится такая мысль, да, я сам себе строитель. Может ли человек воспользоваться ипотекой и самостоятельно построить дом? Ну, условия на сегодня таковы. Я уже сказал, что ипотека сельская на сегодняшний день, цели были скорректированы, диктуются они нам Министерством сельского хозяйства. Это должна быть только подрядная организация. Но в то же время вы можете приобрести готовое жилье, построенное ранее хозспособом, как вы сказали. Но в частности условия таковы, что если мы приобретаем у физического лица, то с момента ввода в эксплуатацию должно пройти не более пяти лет. Если мы приобретаем у юридического лица, то с момента ввода в эксплуатацию данного жилья должно пройти не более трех лет. То есть жилье должно быть молодым. Хорошие предложения, они не вечны, как говорится. И Минсельхоз, когда выдвигает эти цели и финансирует их, наверное, тоже сдержан в каких-то определенных объемах. Я к тому, что ограничена ли какими-то суммами эта программа, долго ли она будет действовать и стоит ли поторопиться? Ну да, я думаю, стоит поторопиться все-таки. Во-первых, на данный момент у нас идет сейчас сезон, у нас лето. Как раз пора строек. Спрос на сегодняшний день увеличен на строительство и на ипотеку. Поэтому стоит поторопиться. А сами лимиты, объемы лимитов по сельской ипотеке до нас не доводятся Министерством сельского хозяйства. Поэтому я думаю, что поторопиться стоит и скорее обратиться в наш банк с подачей заявки на сельскую ипотеку. Ну, на самом деле 3%. Мы же понимаем, 3% это недорого. Это недорого даже в масштабах страны, мира. Это недорого. Это целесообразно, если осесть на земле, построить свой дом. Совершенно верно. Имеет смысл. Надо пользоваться государственными программами, которые нам дает правительство России. Ловить момент. Ловить момент. Пока есть такие конъюнктуры. Есть еще и господдержка по ипотеке, условия банка, которые с господдержкой работают. У нас Федеральный банк, еще раз повторюсь, работаем со всеми федеральными программами с господдержками. Две основные программы – это семейная ипотека для семей, у которых появились первые и последующие дети с января 2018 года. Максимальная сумма – 6 миллионов. Процентная ставка от 5% годовых. То есть, тоже неплохая ипотека, особенно для тех семей, у которых только появились дети. В принципе, ставка тоже довольно-таки неплохая. Это с господдержкой ипотека. Ну и вторая ипотека – это вторая программа, с которой мы тоже активно работаем. Это ипотека по постановлению правительства 566 от 2020 года. Максимальная сумма также 6 миллионов и процентная ставка от 6%. В принципе, тоже все как бы довольно-таки приемлемо. Это не рыночная ставка, не коммерческая. Оптимальная сумма, наверное, так можно сказать. И вот мы в нашем разговоре, вы еще упомянули о такой возможности, межрегиональных инвестициях в недвижимость можно приобрести. Хочешь, с замкадом? Пожалуйста. Такие тоже, кажется, условия есть и, по-моему, выгодные они. Да, есть выгодные такие условия. Во-первых, это можно воспользоваться также и госпрограммами. Мы можем в любом регионе, так как мы в каждом субъекте представлен Росельхозбанк, мы находимся, мы имеем своих коллег, с которыми можем сотрудничать. Можно сработать и по госпрограммам. Это раз. И также у нас на сегодняшний день аккредитован при банке застройщик, московский крупный застройщик, компания А101. Данная компания на сегодняшний день совместно с Росельхозбанком предлагает ставку по ипотеке 0,01%. Это что-то из мира фантастики, наверное, но на сегодняшний день эта ставка есть 0,01%. Соответственно, мы работаем с данной ставкой. У нас были заявки, у нас были заемщики. Более того, у нас есть коллеги, которые даже воспользовались данными услугами, данным кредитом, получили кредит, уже приобрели жилье в Москве, в Московской области. Стоимость жилья, в принципе, довольно-таки приемлемая. В районе где-то от 6,5 миллионов. Для Москвы, наверное, это все-таки очень хорошо. Это готовое жилье, соответственно. Также это возможно строительство по договору долевого участия. Это как с отделкой, так и без отделки. То есть выбор довольно-таки широкий. Более того, на данный момент у нас сейчас в банке нас посетили наши партнеры. Агентство недвижимости, крупное агентство недвижимости, Московское, By Estate. Они готовы даже проконсультировать в моменте. До конца недели они находятся у нас здесь, при нашем банке. Все интересованный человек приходит в Россию Хосбанк и заявляет о желании проконсультироваться с московскими риэлторами. Да, это можно сделать до конца недели. Более того, это как бы не препятствует, что они сейчас здесь. Они, в принципе, всегда на связи. Но можно из первых уст с московскими риэлторами. Абсолютно. Ту недвижимость, которую приобретали наши коллеги, это вообще было все произведено дистанционно. Было произведено дистанционно, качественно, надежно, самое главное. То есть никакой проблематики с приобретением. Только привезли ключики. Недвижимость неплохая. То есть это фото, видео, фиксация, все, что возможно. Ну и еще раз повторюсь, при нашем банке эти коллеги все аккредитованы. И мы несем ответственность за совершение данных сделок в том числе. Ну если уж эксперты так поступают, а банкиры – это эксперты. То есть экспертов надо брать пример. Совершенно верно. Повторять успешные действия по возможности. Совершенно верно. Поэтому мы очень активно ждем наших клиентов. Ждем, готовы помочь в части ипотечного аккредитования в любом направлении. Ну в первую очередь, конечно, в ипотеках с государственной поддержкой, сельхоз ипотеки. Также мы работаем с коммерческой ипотекой. Работаем со всеми продуктами банк абсолютно. Офисы наши представлены. Комсомольская, 6 в городе Биробиджан. И Калинино, 21 в селе Амурзет. Хорошо все-таки еще раз осознать, что возможности поселиться в сельской местности с комфортом, в капитальном жилье появились более широкие и доступные для людей. Это отрадно. Спасибо вам за этот важный и интересный разговор. Я так понимаю, подробности все есть на сайте. На сайте Росельхозбанка 100% уходить. Уточнять. Ну или пересмотреть. Либо в офисы. Наши телегистры. Приглашаем. Наши клиентские менеджеры проконсультируют по любому вопросу. Ну тогда всем успеха участникам этого процесса и тот, кто деньги выделяет, и тот, кто готов их освоить и счастливо жить в дальнейшем. Субтитры подогнал «Симон»!